Сент-Люсия, островное государство, расположенное на одноименном острове в наветренных островах Вест-Индии между островами Сент-Винсент и Мартинико. Остров омывается с северопроливом Сент-Люсия, с юга проливом Сент-Винсент, которые соединяют Карибское море с акваторией Атлантического океана. Площадь территории составляет 616 километров. Столица государства, город Кастри. Сент-Люсия была открыта Колумбом 13 декабря 1502 года в День Святой Люсии. Первые попытки основать постоянное поселение предпринимались англичанами в период с 1605 по 1638, однако были неудачны из-за сопротивления местных жителей, воинственных индейцев-карибов. Заключив договор с аборигенами, французы смогли основать перевалочную базу в 1643. Французы основали поселение в 1650. С середины 17 века начался массовый ввоз африканских рабов для работ на сахарных плантациях. Со временем в составе населения стали доминировать африканцы и мулаты. Сент-Люсия был сценой непрекращающегося конфликта между Англией и Францией, он переходил из рук в руки, привлекая своей удобной бухтой костри. В 1664 году захвачен Англией. В 1666 году возвращен Францией. В 1723 году захвачен Британией. В 1756 году возвращен Францией. В 1762 году захвачен Британией. В 1763 году возвращен Францией. В 1778 году захвачен Британией. В 1783 году возвращен Францией. В 1796 году захвачен Британией. В 1802 году возвращен Францией. В 1803 году Сент-Люсию в очередной раз захватили англичане. В 1814 остров, в соответствии с Парижским договором, отошел к Великобритании, превратившись в ее колонию. В 1834 году британские колониальные власти отменили рабство на острове. С 1838 году Сент-Люсию входил в состав британской колонии на Ветренные острова. В 1958-1962 годах в составе Вест-Инской Федерации. В 1967 году Сент-Люсия получила статус ассоциированного с Великобританией государства и получила право самоуправления во внутренних делах. Полная независимость была предоставлена Сент-Люсии 22 февраля 1979 года. В 2012-2013 годы Сент-Люсия вошла в состав Альянса Алба. Политическая структура. Сент-Люсия, член Содружества наций, глава государства, королева Великобритании. Сейчас, Елизавета II. Представленная генерал-губернатором. По Конституции им может быть любой гражданин Содружества, назначаемый по воле монарха. На практике, на этот пост назначается обычный местный уроженец, по рекомендации главы правительства страны. Генерал-губернатор, с 1997 Калиопа Перлет-Луизи, дает поручение сформировать правительство и утверждает его состав после одобрения парламентом, назначает членов Сената, по рекомендации премьер-министра распускает парламент и назначает новые выборы, подписывает законы и утверждает назначение высших государственных чиновников. Законодательная власть двухпалатного парламента. Верхняя палата, Сенат, 11 мест. Шесть сенаторов назначаются по рекомендации премьер-министра, три – по рекомендации лидера оппозиции, два – по рекомендации религиозных, экономических и социальных групп. Нижняя палата собрания. Семнадцать депутатов, избираемых населением на пятилетний срок. Исполнительная власть принадлежит правительству, кабинету министров. Во главе его стоит премьер-министр. На этот пост обыкновенно назначается после выборов лидер партии или коалиции, обладающей большинством в палате собрания. Основные политические партии. Лейбористская партия Сент-Люси, 11 мест в палате собрания. Объединенная партия рабочих, 6 мест в палате собрания. Также имеются непредставленные в парламенте, Национальный альянс и партия свободы Сент-Люси. Административное деление Сент-Люси. В административном отношении страна подразделяется на 11 приходов. В каждом из них имеются органы местного самоуправления, городские и деревенские советы и управления. Государство Сент-Люси расположено на одноименном острове в составе архипелага Малые Антильские острова. На севере граничит с островом Мартинико. По проливу Сент-Люси. На юге, совходящем в состав государства Сент-Винсент и Гренадины островом Сент-Винсент. По одноименному проливу. С востока омывается водами Атлантического океана, с запада – Карибского моря. Общая протяженность береговой линии 158 километров. Коплевидный в плане остров имеет размеры примерно 44 километра в длину и 23 километра в ширину при общей площади в 617 километрах. Второй по величине в южной группе наветренных островов. Остров Сент-Люси имеет вулканическое происхождение, а потому более горист, чем большинство других островов Карибского моря. По сути, он представляет собой вершину древней вулканической группы, чьи конусы образуют основные горные вершины страны. По всей длине острова, с севера на юг, тянется центральная горная цепь Барда-Эл-Иль-Ридж с высотами от 400 до 900 метров, достигая самой большой высоты на горе Жиме – 950 метров. И в вулканическом массиве Питон. Гроз Питон – 797 метров, Пти Питон – 750 метров, Морнбанин – 640 метров. На юго-западе. В этом же районе в изобилии встречаются следы активной вулканической деятельности, горячие серные источники, эродированные лавовые поля, выходы газа, отложения серы. Склоны вулканического массива заросли пышными тропическими лесами, а многочисленные короткие реки формируют широкие и плодородные долины. Залив Морига-Харбор с городом Морига-Бей. Побережье острова образовано неширокой полосой прибрежной низменности и сильно изрезано. Юго-восточные и северо-западные берега образуют некое подобие шферного района с многочисленными заливами и бухтами, обрамленными множеством крохотных рифов. Климат тропически-пассатный. Морские ветры смягчают жару. Среднемесячные температуры 18-26, осадков от 1500 до 3000 мм в год. Сухой сезон с января по апрель. Дождливый с мая по август. В любое время года возможны мощные, но кратковременные проливные дожди, приходящиеся обычно на конец дня. Нередки разрушительные тропические ураганы, особенно частые в конце лета. На острове произрастает около 400 видов растений, причем во многих местах пальмы, всевозможные кустарники, орхидеи и другие экзотические цветковые вроде антуриума, образуют плотный ковер, покрывающий склоны гор, долины, русла рек и даже обочины дорог. Южные и юго-восточные склоны гор покрыты сухими лесами с преобладанием кустарниковой субтропической растительности. Местная фауна включает в себя эндемичную земляную ящерицу, амазонского переливчатого попугая и двух грызунов, агуте и манику, распространенных по всему острову. Многочисленны охраняемые природные территории. Национальный парк Пиджин Айланд. Основан в 1979 году. В котором собраны практически все растения, произрастающие на острове, а также редкие виды птиц. Заповедник Фрегет Айланд, лежащий на середине восточного побережья, в северной части залива Прален Бей, является участком гнездове многочисленных фрегатов, цапели пары видов редких местных птиц. Голубя Рамью и Санта-Люссийской и Волги. Заповедник Мария Айланд, лежащий восточнее Вьюф Фор, является единственной средой обитания коровьи и змей Кувы, одной из редчайших разновидностей ужей, а также редкой земляной ящерицы Зандолитте. Ящерица Марии. Национальный парк Рейнфорест. Сент-Люсия Сентрал Форест Ресерф энд Рейнфорест. Охватывает 19 000 акров пышных гор и долину подножия пика Морнгими и является домом для гигантских папоротников, орхидей, райских птиц и многих видов местных деревьев. Заповедник Манкоти Мангруф, расположенный на юго-восточном побережье острова, севернее Сиблспойнт, является последним местом произрастания естественных мангровых лесов на острове. Экономика. Экономика Сент-Люсии базируется на туризме и офшорном бизнесе. В 2008 ВВП составил, по оценке, 1,8 миллиард долл. США, или приблизительно 11,1 тысячи долл. На душу населения. Распределение ВВП по отраслям. Сельское хозяйство – 5%, промышленность – 15%, сфера услуг – 80%. Реальный рост ВВП в 2008 снизился до 1,7%. Уровень инфляции в 2007 – 1,9%. Уровень безработицы в 2003 достигал 20%. Структура занятости в 2002. Сельское хозяйство – 22%, промышленность и торговля – 25%, сфера услуг – 54%. Главные традиционные отрасли экономики – обслуживание туристов и сельское хозяйство. Основная культура – бананы. Выращиваются также кокосовые орехи, манго, какао, цитрусовый виноград, сахарный тростник. Отмена ЕС режима благоприятствования и растущая конкуренция со стороны производителей бананов в Латинской Америке продиктовали необходимость диверсификации экономики острова. Страна стала привлекать иностранные капиталовложения, особенно в офшорную банковскую сферу и индустрию туризма. Для тех, кто готов осуществить вклад в национально-экономический фонд на безвозвратной основе, имеется возможность приобретения гражданства Сент-Люсси. Промышленный сектор является наиболее разнообразным из всех стран Восточно-Карибского региона. Правительство пытается также оживить банановую отрасль. Пойнт-Серафин. Полуостров Виге, Костри. Самый большой комплекс беспошлиной торговли в странах Карибского моря. Входит в международную организацию стран Акт. В Сент-Люсси развита переработка агросырья, производство тканей, одежды, мебели, картонной тары, сигарет, готовой одежды батареек и электронных приборов, напитков. Сборка электронных компонентов. Производство стройматериалов. Транзитный нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод. Ведется рыбный промысел, продукция которого поступает на внутренний рынок. Экспорт. Бананы, какао-бобы, кокосовые орехи, копра, кокосовое масло и разнообразные тропические фрукты, а также одежда и игрушки. Объем экспорта в 2006 составил 288 миллионов долларов США. Основные партнеры по экспорту – Великобритания, США, страны Карибского сообщества. Импортируются. 791 миллион долларов США в 2006. Продовольствия, промышленные товары, машины и оборудование, топливо в основном из Бразилии, США, Великобритании, стран Карибского сообщества, Японии и Канады. Активно развивающийся иностранный туризм обеспечивает примерно 50% валютных поступлений. Ежегодно страну посещают около 300 тысяч Туристов Население Возрастно-половая пирамида населения Сент-Люсия на 2020 год Численность населения – 165-595 жителей Перепись 2010 178-0-0-0 Оценка 2016 год Годовой прирост – 0,4% Рождаемость – 14,8 на 1000 Фертильность – 1,82 рождений на женщину Смертность – 6,9 на 1000 Эмиграция – 3,9 на 1000 Этно-расовый состав Негры – 85,3%, мулаты – 10,8%, индийцы – 2,2%, европейцы – 0,6% По переписи 2010 По отношению к религии Католики – 67,5%, адвентисты – 8,5%, пятидесятники – 5,7%, англикане – 2%, евангелисты – 2%, другие христиане – 5,1%, ростофориане – 2,1%, другие – 2,6%, атеисты – 4,5%. По переписи 2001 Официальный язык – английский Среди значительной части населения распространен Патуа Местный креольский язык на основе французского Итоги переписей 1991, 2001, 2010, 133, 308, 156, 733, 165, 595 Распределение численности 2003, тыс. Киловек Возраст Мужчин, женщин Всего От 0 до 14 лет 27, 26, 24,6% От 15 до 64 лет 51, 53, 63,7% 65, 65 лет и выше 3, 5, 5, 2,0% Показатель Мужчин, женщин, всех Средний возраст населения Лет 29,3 31,4 30,3 Средняя продолжительность жизни Лет 74,0 79,5 76,7 Уровень грамотности 2001 89,5 90,6 90,1 Культура Самой заметной фигурой в культурной истории Сент-Люси является поэт и драматург Дерек Уолкотт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1992 года Войска Сент-Люси не имеет регулярной армии Специальная служба и береговая охрана находятся под командованием Королевской полиции Сент-Люси Вооруженные силы Соединенных Штатов считают Сент-Люсию страной-партнером в Карибском бассейне Спорт На острове финиширует ежегодная трансатлантическая регата Президент Олимпийского комитета Сент-Люси Ричард Петеркин Рот 1948 В 2009 году был избран в состав Международного Олимпийского комитета Неприятие ЛГБТ Лесбиянки, гей, бисексуалы и транссексуалы ЛГБТ, проживающие на Сент-Люси, сталкиваются с юридическими проблемами, с которыми не сталкиваются ни ЛГБТ-члены населения. Сент-Люсия запрещает сексуальные отношения между мужчинами, наказывая виновных десятью годами тюремного заключения. Однако закон не соблюдается. Сент-Люсия была также единственным членом ООН в Северной Южной Америке, который официально выступил против Декларации ООН о сексуальной ориентации и гендерной идентичности источник. Прочее. Транспорт. Развито автомобильное сообщение. Все крупные населенные пункты связаны с морскими портами и столицей Кольцевой дорогой. Из 1210 километров автомобильных дорог только 63 километра имеет твердое покрытие. Функционируют два аэропорта. Образование. Почти во всех населенных пунктах имеются государственные начальные школы. Около 20 средних государственных школ, 10 частных школ, колледж, а также филиал Вест Индского университета. Профсоюзы. Основные, Национальный союз трудящихся, Профсоюз моряков и портовых рабочих Сент-Люсии, Союз рабочих Сент-Люсии. Вооруженные силы. Кроме королевских полицейских частей имеются подразделения специальных сил и береговая охрана.